Всем привет! Интересно, как снимает смартфон OPPO Find X7 Ultra. Что-нибудь поменялось или не поменялось вообще? Такое вот мнение просто небольшое. Значит... Давайте начнем с сравнения с Vivo X100 Pro с Samsung Galaxy S23 Ultra. С 23 миллиметров, с основным модулем. Значит, если посмотреть на разницу фотографий, то видно, что Vivo у нас как всегда акварелит, дорисовывает что-то. И у OPPO больше похожая обработка, как вот на старой Huawei. То есть как бы вроде бы нормально, но вот есть компрессия какая-то на фото. На Samsung все очень даже хорошо. Но у Samsung есть одна беда — шумы. И вторая беда — это либо оптика, либо сенсор слабенький. Вот если посмотреть, вот Samsung как-то ни шарпа не видно, ничего. То есть такая вот нейтральная фотография. Волосы вот нормальные, шуба нормальная. Здесь вот все нормально, и с контрастом, и с цветом. Вот на Vivo Sharp виден очень сильно. Ну, шум. На Samsung шум. Но камешки видны. На Vivo замылено все. На OPPO что-то среднее. В этом сценарии видно, как на Vivo у нас поплыло все тут. То есть вроде как и четкость на высоком уровне, но это больше Sharp. Вот видно по обводке на Samsung. И опа, Sharp этого не видно. И вот на Samsung видно, что не хватает каких-то деталей. Ну оптика слабенькая здесь, на Samsung. И шумы есть какие-то. Но в целом, наверное, сопоставимо с фотографией OPPO. Хотя если на снег посмотреть, то вот снег на Samsung как раз-таки нормальный. На Vivo акварель. На OPPO, ну, такое. То есть даже по траве если посмотреть. Самое интересное, что Vivo как-то делает это интересно. Вроде акварелит, но вот трава, например, нормальная. Так, в целом, сопоставимые фотки. То есть на OPPO я бы не сказал, что она плохая, но она ничем не лучше того же X6 Pro. Ну вот в этой локации тоже видно, что Samsung вроде бы какие по обработке все нормально, но он оставляет шумы. То есть тут вариант либо акварелить, либо делать что-то среднее, как Vivo. То есть есть какие-то шумы, но по мелочи. Хотя вот если вот это место взять, то у Samsung также она подмазана. Ну вот Samsung старается не акварелить, а вот Vivo и OPPO. То есть Vivo здесь вообще как будто бы какой-то баке, но это обработка такая. Ну, видно, да, Samsung вот все-таки обработал плиточку хорошо. В этой фотографии мне понравилось то, что Vivo, интересно, он вроде как и акварелит. Вот, то есть вообще тут вот все поплыло, да. А ветки он не за акварелем и прям детализировано все. Это, конечно, прикол, как он так обрабатывать научился. На OPPO плитка детализированная, и лицо даже, в отличие от Samsung. Здесь, наверное, мне на OPPO фотка понравилась. Здесь она детализированная. На Samsung, конечно, оптика похуже не хватает. Вот каких-то какой-то оптики. То есть она такая нейтральная, простенькая фотография. На Vivo, она хоть и нарисованная, но, конечно, по четкости не сравнится ни OPPO, ни Samsung. Вот он имеет как-то и акварелить, и выделять какие-то места. Ну, вот на OPPO тоже неплохая получилась. Ну, вот здесь можно заметить, что... Ну, здесь на Samsung было бы лучше, если бы, конечно, с оптикой проблем не было. То есть на Samsung нету обработки какой-то. Ну, она какая-то вот как будто бы не в фокусе. А эти две фотографии, ну, OPPO, наверное, чуть-чуть получше будет, чем Vivo. Меньшее рисование. Здесь тоже очень спорный момент. То есть здесь Vivo сделала резко фотку. Но... Это очень подозрительно. Да, вот. Это Sharp на Vivo. На OPPO Sharp этого нету. На Samsung тоже нету. Ну, наверное, мне больше и по цвету, и по деталям понравился Samsung. Вот он более такой, менее нарисованный. Более нейтральный. Ну, здесь разница такая минимальная между всеми смартфонами. Детализирование, наверное, вот по камешкам будет OPPO. Но OPPO обработка. На Samsung ее нету. И здесь вот видно, что деталей на Samsung не хватает. Все-таки оптика хреновенькая. Она из 23 Ultra. Интересно, как будут дела обстоят с 24 Ultra. Видно все-таки, что Samsung с оптическим зумом получше будет. Да, OPPO пытается как бы воссоздать вот эту картину. Да, то есть все-таки Vivo не может, так? Vivo, акварель и так далее. А OPPO, он пытается как-то вот конкурировать. Но у него это не получается по той причине, что на зуме он, во-первых, шарпит. И Vivo шарпит, и OPPO шарпит. И во-вторых, если посмотреть на Samsung, все-таки здесь видно, что вот железная вот эта вот перила. Она железная перила. Слева, справа на Vivo. И OPPO тут непонятно что. То есть все-таки Оптический зум, все-таки он будет выигрывать, как ни крути. То есть физику еще и пока никто не обманул. Ну вот как-то так. Хотя вот я меньше сделал кропа, 40%, только мне как бы даже вот эта на OPPO понравилась часть. То есть все-таки OPPO попытались 20-кратным зумом, но я покажу на вечерних фотографиях. 20-кратный зум рабочий, а вот 6-кратный, как-то под вопросом, как они так сделали, я даже не знаю. Значит, вот еще такая фотография есть. И мне кажется, что на OPPO 20-кратный зум на этой локации, ну мне больше понравился. И сравнение с айфоном. Айфон снизу у нас. И на OPPO будет чуть-чуть похуже зум. Также вот 6-кратный еще вот зум снизу айфон. Чуть-чуть кажется, что получше, наверное, чем OPPO. Ну и вот еще одна фотка. Детальнее, да, чем OPPO. Значит, если ночную фотографию посмотреть на OPPO Find XM Ultra, то мне эти фотографии как бы не особо понравились. Но они вот какие-то вот такие кривенькие, с обработкой. То есть напоминает больше, наверное, вот на Vivo, например, есть X90 Pro Plus, 3 режима. Яркий оригинал и текстура, вот. Он похож на яркий оригинал. Вот текстура он делает как-то нормально. То есть нет вот этих кривых каких-то линий. Она, опа, он как будто бы вот, ну хуже, чем текстура на Vivo. Ну, то есть он такой кривенький. Плюс замыливание вот этого вот. Двукратный зум. Вот есть ли смысл в двукратном зуме еще посмотрим. Ну, во-первых, биннинга, как я вижу, нету. О, опа. В X6 Pro не было биннинга. И здесь тоже нету. То есть видно, что здесь цифра. В сравнении с оптикой. Вот это 1X. Справа 2X. Кроп. Если же мы сделаем кроп такой же, как на 1X, то как бы никакой разницы вообще не увидим. Значит, 72 мм. Трехкратный зум. Я бы сказал бы, вот трехкратный зум, он хороший здесь. Он прям, ну, мне понравилось. Никаких я здесь нюансов, огриков не вижу. Есть немножко там подмазывает что-то, но в целом классно. Вот это шестикратный зум уже, тоже оптический. Вот шестикратный зум, он у меня не понравился ночью. Он такой, он оптический, но он плохой в целом. Если вот сравнивать 72 мм и 35 мм, то есть 3X против 6X. Сейчас мы возьмем одну локацию. Ну, например, вот. То это как будто бы какой-то кроп с трехкратного зума. Без биннинга, то есть, ну, не похоже на оптический. Если мы меньше сделаем... Ну, нюанс один только что. Вот, наверное, номер чуть-чуть чудабельный здесь получился. В целом же, ну, плюс подмазано вот здесь вот на 6-ти кратном зуме. В отличие от трехкратного. То есть, ну, вы посмотрите на машину, вот эту. Справа она больше подмазана. То есть 6-ти кратный зум, он не очень рабочий, я бы сказал. А вот 20-ти кратный зум. Также 8-ти кратный зум. 10-ти кратный зум уже чуть-чуть получше. И вот здесь даже номера какие-то видны, читабельные. Ну, то есть, более детализированные какие-то мелкие вещи на 10-ти кратном зуме. Как ни странно. То есть 6-ти кратный зум у нас плохой, а 10-ти кратный зум он нормальный. Вот сейчас 6-ти кратный зум. Посмотрим. Вот это 6-ти кратный зум. Вот это 10-ти кратный зум. Тремщин 20-ти кратный зум. Ну, 20-ти кратный зум уже подтекло. Вот уже расплывчатая, то есть какая-то пошла и акварель. Поэтому 10-ти кратный зум на OPPO Find X7 Ultra вполне себе рабочая. Ну, посмотрим фотографии на вот этом новом телевике 6-ти кратного зума. Ну, вроде бы неплохо, но вот как будто бы какой-то резкости не хватает. Вот, вот не знаю, вот слишком она какая-то странная фотография. Вот это как не в фокусе, будто бы вот эта трехкратная зума. Здесь такая же картина. То есть вроде бы фотка нормальная, но вот нету вот, не знаю, не видно вот ни букв, ничего. То есть они как будто бы не в фокусе. Трехкратная зум. Ну, вот тут неплохо вроде вот эта вот фотка получилась. Хотя вот в тени какая-то вот зелья появилась. Ну, вот и здесь тоже как какая-то она нерезкая, что ли. Шестикратная зум. Какая-то акварель на камне появилась. И какие-то цветные абберрации. Ультраширик. Ну, с ультрашириком тут все хорошо, хоть и модуль по меньшинству. 3x. Вот как-то странно. Тут вот фокус нормальный, тут как-то вот все замылено. И притом это не акварель. 2x зум. Тоже какое-то мыло получилось. Не в резкости. Шестикратный зум. Ну, вот что-то странное, конечно. 3x. Ну, вот какие-то цветные вот помехи, не знаю, что там. Мне вот это не понравилось. Вот, мыло в дальних объектах и цветные какие-то вот, не знаю, помехи. Сверхширик. Что-то он не резкий какой-то. 3x зум. Вот вроде неплохо, но вот в тенях. Вот на волосах какие-то вот. Странности есть. 3x зум портрет. 6x зум портрет. Но вот 6x зум как-то вообще не очень. 6x зум портрет. 6x зум портрет. 3x зум портрет. 6x зум портрет. Как-то мне больше кажется, что на Samsung похожа какая-то обработка. С тенями что-то. Основной модуль. Портретный режим. Хотя смысл портрет. Те фоткать, если и дюймовый сенсор. Так, 6x зум портретный режим. Еще как-то в волосах убиты тени, убиты детали. 6x зум. Вот как-то он оптический, он какой-то, ну, как будто бы цифровой какой-то. Вроде бы и тут нормально все, а вот. На фоне беда. 3x зум. Значит, вернемся к коту. 3x зум. Здесь оптика хорошо мылит задний фон. Эта шерсть вроде как, ну, адекватная, без акварели. Значит, 6x зум. Ну, вот тут уже какие-то пошли огрехи в шерсти, какие-то вот цветные аберрации. И вот все, посмотрим. 3x зум и 6x зум. Ну, по деталике все хорошо. 6x зум. Мне кажется, что, наверное, шумов даже на 6x зум меньше. Давайте мне немножко приблизим к одинаковой картинке. Ну, вроде неплохо в 6x зуме, но вот как с цветной обработкой, с цветом что-то не то. Ну, ладно. 2858 Bol ДEEЕ. А滿f款. 288? 398? Не- Ga. 4170? 4170? 4272? 4290? 4170?